В настоящее время в областной спецшколе для подростков с девиантным поведением обучается 38 человек. Как перевоспитывают их и в каких условиях они живут в нашем следующем материале. Эта спецшкола практически ничем не отличается от обычных школ-интернатов. Только железные ворота и колючая проволока не даются быть, где находится подросток. По словам же руководства учреждения, условия для трудновоспитуемых очень хорошие, есть и всевозможные кружки. В нашей спецшколе, как вы поняли, обучаются трудновоспитуемые подростки. Раньше ими никто не занимался, ни семья, ни родители. А ведь этим детям нужно получать аттестат зрелости, выбрать будущую профессию, став таким образом достойными гражданами нашей страны. В этом и заключается наша задача. У каждого ребёнка здесь своя судьба. В основном они из семьи алкоголиков. У Георгия Буташова в анамнезе психические нарушения, так как на глазах умерла его мать. Сюда он попадает уже во второй раз. Однако в будущее он смотрит с надеждой. Второй раз отсюда, когда вышел, домой приехал. Там дома пьют постоянно. Бардак дома. Ну, поэтому из дома ушёл и воровал. Ну, вот второй раз сюда попал. Сейчас уже скоро 18 лет. Уже срок кончается. Сейчас хочу выйти. В спецшколе дети находятся от одного месяца до одного года, учитывая поведение подростка. Главная же задача специалистов – обеспечить их качественным воспитанием и вернуть домой. Мадиар Серик, Шингисхан Генисхан, Сим Сим Ньюз.